Этот человек маньяк, страдающий манией величия, мегаломаньяк. Он считает себя мессией, он верит в то, что он атаманский лидер 21 века. Он смотрит на части прежней атаманской империи и старается возродить там турецкое влияние. Ливия, Сирия, Ирак. И я бы сказал, что... Я вовсе не играю словами. С моей точки зрения, и так считают несколько дипломатов, с которыми я говорил здесь, в Лондоне, президент Эрдоган психически больной человек. Он психически нестабилен. Когда в Ливии свергли Муаммара Каддафи, Эрдоган полетел в Ливию и открытым текстом заявил о желании Турции возродить свое былое влияние в стране, да и во всей Северной Африке в целом. Он заявил, что Турция всегда подставит плечо народам Северной Африки. Когда он прилетел в Триполи, он объявил себя дорогим и любимым другом ливийского народа. Когда разразилась война в Сирии, что тут же заявил Эрдоган? Турция всегда будет рядом с сирийским народом, как это было во времена Оттаманской империи. Какой глава государства смог бы позволить себе сделать комментарии такого рода? Ни один из предыдущих политических лидеров Турции не позволял себе напоминать про Оттаманскую империю во время зарубежных визитов. Стоит только посмотреть на огромный дворец, который он отгрохал себе в Анкаре. Посмотрите на его размеры, на его отделку. Это дворец в атаманском стиле. Посмотрите на солдат, которые несут караул снаружи и внутри этого дворца. Они в униформе времен Оттаманской империи. Если вспомнить ту речь, которую он произнес на открытии дворца, он в одном ряду упомянул Оттаманскую империю, современную Турцию и себя самого. Ради своего огромного, роскошного дворца Эрдоган вырубил целый лес. Мегаломаньяк означает человека, который яростно одержим властью. Эрдоган одержим идеей власти и дома. Недаром он решил стать президентом, а не премьер-министром, чтобы оставаться подольше на вершине власти. Он организовал передачу властных полномочий от премьер-министра к президенту, и он готов любой ценой упрочить в Турции свою личную власть. Для этого он и старается возродить былое атаманское влияние. Я встречался с представителями греческого правительства, правительства Ливана, даже с представителями израильского правительства. Я даже беседовал неофициальным образом с представителями британских властей и еще французского и итальянского правительства. Все они сошлись в той или иной степени на том, что Эрдоган не только очень опасный игрок в регионе, но и на том, что его психическая стабильность под большим вопросом.